Ваше Преосвященство, Отцы, Братья и Сестры! Сегодня мы продолжаем нашу восьмую часть конференции, посвященную памяти митрополита Иосифа Чернова. В 1957 году, будучи еще епископом Петропавловским, Владыка напишет, «Святое Евангелие не только иметь, но и знать надо. Обязанность христианина». И далее. «Паук извлекает яд из цветка, дающего пчеле мед. Из цветка исходит яд и мед, смотря, кто будет брать. Пчела – мед, паук – яд». Как это понимать в отношении Святого Евангелия? Разве можно из Священного Писания испить яд? «Можно, – пишет святой Игнать Бринчанинов, – если ты дерзкий и произвольный толкователь Слова Божьего. Такие толкователи неизбежно впадают в богохольство и ереси, а душу свою обрекают на вечную погибель». Пример тому мы знаем из истории Вселенской Церкви, такие как Ари, не истории, которые были и сященниками, и знали Святой Евангелие досконально. Читающему Святой Евангелие, продолжая дальше, Владыка, «Бог посылает дивное равновесие мыслей и движение сердца к радости и перенеси временных земных невзгод». В одном из потеряков есть такой рассказ. В городе Тарсе был один комедиант по имени Вавил. Он имел двух наложниц, жил разратно и делал дела дьявола. И однажды он вошел в церковь. В это время там, по усмотрению Божию, читали Евангелие, и в нем следующее место – «Покайтесься, приближивайся, царствие небесное». Пораженный этими словами, он начал слезно оплакивать свою жизнь и тотчас, выйдя из церкви, позвал двух своих наложниц и сказал им, «Вы знаете, как я нечестиво жил с вами. Отныне владейте тем, что я приобрел вам. Получите все мое и разделите. Я же отхожу от вас, отрекаюсь от мира и делаюсь монахом». А они в один голос отвечали, «Для греха и гибели душ наших мы жили с тобою, и неужели ты хочешь один сделать это богоугодное дело, оставив нас? Нет, не оставляй нас, и мы с тобой будем участвовать добрее». И вскоре после этого комедиант заключился в одну городскую башню, они же, распродав все свое имущество и раздав бедным, облеглись в монашескую одежду и закончили дни свои в покаянии и слезах. Вот еще слова митрополита Иосифа, которые он говорил в своей проповеди в день Успения Преснадива Богородицы 28 августа 1974 года. Значит, пусть будет это нам сегодня уроком у гроба Богоматери, которая сама любила читать Писание, которая сама любила читать пророчества, и которую Архангел Гавриил в момент Благовещения застал за чтением Священного Писания. И мы, братья и сестры, должны любить Писание Святое, приобретать его по возможности и прочитывать его. И Священным Писанием будем питать свою бессмертную душу, как Господь сказал, что выше всего, выше всякой трапезы земной есть Священное Писание. И Христос Спаситель в страшный день суда похвалит ту душу, которую любила Писание Священное и сама прочитывала и другим читала. Метрополит Иосиф был участником Поместного Собора Русско-Православной Церкви в 1971 году. Этот третий в истории Русско-Православной Церкви собор был проведен в связи с необходимостью избрания нового предстоятеля Русско-Православной Церкви после смерти Свящего Патриарха Алексея I в 1970 году. По подготовке Поместного Собора была образована комиссия в составе 16 человек, в которую входил владыка Иосиф Чернов. Собор был самым представительным после революционной поры. На Соборе присутствовало 25 иностранных граждан, представлявших 124 зарубежных приходов Московского Патриархата и представителей православных автокефальных церквей. Вот что вспоминает архиепископ Грисельский Василий Кривошейн, который участвовал на этом соборе. «Вне собора я обратился к владыке Иосифу за Духовным Советом. Продолжат ли мне выступать по вопросу о постановлениях 1961 года о приходах, как противные канонам, нарушающие единство церковного управления и предающие всю власть в приходах мирянам? Тогда многие на соборе считали, что этот вопрос не надо поднимать, так как в тот момент это было бы неполезно для церкви. Да, – ответил ладыка Иосиф, – продолжайте говорить и бороться за церковь, даже если вам придется за это пострадать. Благословляю вас от имени церкви и верующих на этот подвиг. Я был тронут словами престарелого митрополита и благодарен за его нравственную поддержку». Архиепископ Грисельский имел в виду церковные каноны, согласно которым священник епископ да имеет попеченье о всех церковных вещах. И второе, если ему, епископу, следует вручать человеческие души, то тем более ему можно управлять и деньгами. По его мнению и мнению, поддержавших его позицию епископов, произошел некоторый перегиб в постановлении 1961 года. Настоятели были абсолютно отстранены от дел, и все было передано мирянам. Была беда еще в том, что миряне становились, ставились уполномоченными и были иногда далеки от интересов церкви. Когда встал вопрос о выборе нового патриарха, митрополит Иосиф имел предложение баллотироваться на патриаршный престол, так как имел исключительное доверие среди верующих. Однако владыка отказался выставлять свою кандидатуру, сославшись на преклонный возраст и отсутствие многословского образования. Однажды во время литургии, незадолго до своей смерти, владыка сказал во тариф всем священникам, «Выходите на солью, я буду сейчас проповедь перед святителем Николаем говорить». По Коностасе все же на стороне от царских фрат в Никольском соборе помещена икона святителя Николая. Владыка встал на солье, спиной к народу, лицом к иконе и к святителю обращается с просьбой, чтобы он молился за народ, за наш город, за всю епархию. Он обращается к нему как к живому. Святитель Николай, «Весь народ наш, всех наших прихожан рукой показывает, не оставляя в своих молитвах, простирая им руку помощи, будь им помощник, заступник, предстатель». И долго так святитель еще говорил со святым. Прочитав эту историю, сразу захотелось поделиться с вами проповедью святителя Иосифа к новопоставленному пресвитеру от 26 января 1975 года. Я сам видел в Могилеве, когда старый прайкерей уходил за штат, он Амвон поцеловал. Он в Могилеве 50 лет служил, а зять его занял его место и тоже поцеловал Амвон, потому что он будет с Амвона учить народ спасению души бессмертной. Этот священный Амвон, Амвон благодатный, с которого только Бог прославляется и Евангелие благовествуется. На это священное место не выноси никакой ссоры. С этого места ни ругаться нельзя, ни упрекать. И нисколько сюда навоза человеческого мысленного не водить. А с этого священного Амвона там, у себя, будешь только во имя Бога Отца, во имя Бога Сына, во имя Бога Духа Святаго проповедовать. И дай Бог, чтобы на приходе у тебя была искренняя вера, искренняя любовь и искренняя надежда на спасение у той паствы, которая тебе вручается. Ко всем людям относись равно – и к умным, и неразумным, и добрым, и злым. Злых делай добрыми своим примером, а лучших – лучшими. Из-за божественной литургии всех поминай любящих и ненавидящих тебя. А враги у тебя окажутся сразу, как и у всех, как и у меня. Без врагов жить нельзя. Будем и мы остерегаться языков клеветнических и не будем повод давать. Будем скромны, терпеливы во имя Господне. Будем нести свой крест. Для прихожан городов, областных и сел очень много значит слово живого священника. Всего доброго желаю и матери твоей, которая тебя так воспитала. Наши спасибо и благословения. Аминь. Также, дорогие слушатели, хочется поделиться с вами проповедью святителя, где он необыкновенно красиво рассуждает о любви. Любовь есть материальная. Когда человек друг другу помогает материально, вероятно, деньгами. Помочь из кошелька, из кармана. Это нужно, нужно и нужно часто. Кто что может? И копейку, и три, и десять рублей, и двадцать пять, и пятьдесят рублей. Любовь есть самоотверженная, ради которой друг за друга готов пойти в огонь, готов в суде покрыть его и готов самую смерть принять за этого человека. Так он любит этого человека и желает, чтобы он оставался жить и берет на себя его преступления. Я знаю таких людей, поэтому я смело перед вами говорю. Еще есть идеальная мистическая любовь. Ко Господу Богу любовь человека. Любовь есть, если человек любит Господа Бога и молится ему, и в церковь ходит, и акафисты читает, и доброе дело делает, хочет Царство Небесное получить. Он хочет этим добрым делом Царство Небесное купить. Ведь хорошее дело, от мамоны приобретайте друзей себе через кошелек, через хлебокусок. Приобретайте себе друзей, которые, получив от вас помощь или кусок хлеба, или трапезу, помолятся за вас пред Господом Богом. Есть любовь ко Господу Богу. Ничего не хочу, ни ада, ни рая, ничего не хочу, только о тебя знаю. Тебе, Троица, поклоняйся, люблю. Это любовь высшая, самоотверженная, без желания чего-нибудь, без купли на жизненном рынке. Любовь, любовь, любовь и любовь. Боюсь, ада люблю, хочу, рая люблю. А вот без ада и рая любить бы Бога. Не бояться бы ада и не желать бы той высокой зарплаты, как рай. Не ставить это предлогом, а только любить, только поклоняться, только словословить. Вот эта любовь высшая, мистическая, без всякой спекуляции. Был в моей личной жизни один момент, когда я не смогла в тот час ответить на вопрос, почему Хулана Сына Божьего простится человеку, а на Духа Святого не простится. И с радостью для себя нашла мысли святителя Иосифа по этому вопросу в его проповеди. Христос Спаситель и Благодетель наш, говорит Владыка Иосиф, однажды сказал так. Будет прощено человеку, который холил меня в лице Сына Человеческого. Кто в Иисусе Христе не видел Сына Божия, кто соблазнялся о Нем, кто поносил Его, если будет каяться, будет ему прощено. Какая радость, какое обетование. Но дальше Христос Спаситель говорит. А кто похолит Духа Святого, действия Духа Святого, тому не простится никогда. И спросили однажды апостолов, люди благочестивы, что это значит. И ответили апостолов так, что в лице Сына Божия могли люди соблазняться, ибо Он принял плоть Адама согрешившего, чтобы Адама спасти и всех людей Адамовича спасти. Но хула на Святого Духа есть хула на таинство благодатное, таинство священства, таинство соборовня, таинство причастия. Если в этой области человек будет поносить, будет хулить, то Бог по земным нашим порядкам не обещает прощения грехов. Мне было очень интересно прочитать размышления митрополита Иосифа об одном мифическом герое Древней Греции, а именно о Прометее. Вот что пишет Владыка Иосиф. Прометей, как известно из мифологии, был титан, который похитил огонь с неба. Он именно приносит людям культуру, цивилизацию, все искусства и науки. Он именно образует их, но при этом делает их лишь умными, но не благочестивыми и добрыми, скорее даже высокомерными, и научает противиться небесным силам, как он делал это сам. Его знание поэтому лишено страха Божия, его свобода чужда послушания и благоговения. С того времени, как люди вступили на этот незаконную культуру, Прометей как представитель человечества по воле Зевса в наказании прикованных в скале, где орел выклевывает у него печень, которая постоянно вырастает вновь. Через каждые два дня возвращается окрыленный пес, Зевс-орел, и пожирает вновь выросшую печень. Эта печень неумирающая – образ страстей и пожеланий, которые не могут умереть, и орел, который пожирает их, когда они вырастают вновь. Есть образ неразлучных со страстями, страданий и мук. А сам Прометей в своем мучении есть образ человека, который отрешился от общения с Богом. Озами железными необходимости он прикован к пустынным скалам действительности. В течение нескольких тысячелетий подвержен наказанным страданиям, от которых освобождает его Геракл, сын Бога, который своей стрелой убивает орла и разрывает оковы. В этом, братья, нельзя не видеть прообраз спасителя, приносящего избавление отягченному виной и повергнутому в рабство человечеству. Миф этот имеет в себе содержание общечеловеческое, универсальное. Настоящее поколение более чем когда-либо достигло великого культурного богатства и своих разнообразных сокровищ знания, как и своего господства над природой, именно Прометеевым путем. Оно похваляется тем, что к этому пришло через отчуждение от веры. Поэтому-то настоящее поколение своей отреченной свободе и своем внутреннем мире в то же время так сковано и подвержено тайным мукам, страданиям и злосчастной бурной пустынности. Избавление только через того, кто нам оставил свое Евангелие. Владыка все чаще и чаще говорил о смерти. А нам, старикам, пора этим оданить, невозвратный путь. Такова Богом установленная природа земнородным. Там счастья много увидим. А как получить его, хотя частицу зависит от наших еще на земле здесь дел. Путь у десе. И мне страшно делается, когда вспомни о своем исходе. Да и сама Матери Господа нашего, как говорит предание, страшилась в часа исхода. Пересматривая прожитую жизнь, Владыка Иосиф вспоминал все основные вихи своего жизненного пути. Годы радости, печали и страданий. Но вспоминал без горечи. А как годы, посланные Богом для стяжания одной из высших христианских добродетелей – смирения. Вечером 29 августа 1975 года митрополит Иосиф совершил чин погребения Божьей Матери. Обходя склоченица Никольский собор, во время крестного хода Владыка сказал, «Вот-вот скоро и мое наступит успение». Это было последнее богослужение, которое совершил святитель в своей земной жизни. Воспоминания Нины Алексеевны, врача Владыки. Вот что она пишет. «Приступ случился в ночь на понедельник 1 сентября. У Владыки начались сильные боли в животе, которые его мучили до 4 часов утра. Состояние ухудшилось. Заостренные черты лица, язык сухой, все признаки пиротонита. Владыку увезли в больницу. Началась операция. Недалеко от желудка в тонком кишечнике и нашли рубную косточку, которая прорвала его насквозь. После операции Владыка приходил в сознание. Ребята его и подьяконы дежурили и ухаживали. Временами он стонал, как бы ползобитие. Ночью проснется, спросит, «Мать, ты тут?» Тут отвечаю, «Тяжело мне». Владыка повернул голову и стал пристально, с интересом смотреть в одну точку. Через некоторое время я его спросила, «Владыка, что вы там смотрите?» «Что вы видите?» Он ответил, «Сон бесплодных». В 8 часов вечера этого же дня Владыка скончался. Так закончил свое земное странствение выдающийся иерарх русско-православной церкви богомудрец, старец, молитвенник, митрополит алматинский, казахстанский Иосиф. Самоотверженно проследовал он по тернистому жизненному пути вслед за поругаемым и гонимым, заушаемым и распинаемым основоположником веры нашей, Господом Иисусом Христовым, мужественно претерпевая уничижения, гонения и причинения. Всему современному христианскому миру явил в своей многоскортной и многотрудной жизнью яркий пример вновь и вновь, свидетельствуя для любящего Бога и соблюдающих заповеди Его, что Иисус Христос вчера и дней с той же и вовеки, так пишут митрополит Пермский и Сарикамский Мефодия. Весть о кончине митрополита Иосифа была воспринята верующими с глубокой скорбью. Люди плакали и рыдали на взрыв. Телеграммы с выражением глубокого соболезнования прислали святейший патриарх Кимен, блаженнейший митрополит Пражский, всей Чехословакии Дорофеи, митрополит Италинский, Эстонский Алексей, Ленинградский, Новгородский Никодим и многие другие. Отпевание погребения почувшего митрополита Иосифа совершал временно управляющий Алматинской епархией архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломии в сослужении 38 священников и трех диаконов. Как бывший правящий архиерей, пишет митрополит Мефодий, я свидетельствую о том, какое огромное почитание в народе имеет митрополит Иосиф, как много людей приходит на его могилу, чтобы обратиться к владыке как к живому, поделиться своими скорбями, переживаниями, попросить его помощи. Многие, с кем приходилось встречаться, говорили о том благом утешении, которое они получают, посещая это святое место. В нашей конференции я упомяну два случая помощи умершего митрополита Иосифа, хотя в книге рассказано о таких случаях очень и очень много. Протерей Иоанн Слюсар, благочинный Алматинского округа, вспоминаю следующее. Наступил Великий пост, во время которого в церкви принято подавать в алтарь записки для опоминовения живых усопших. Ночью снится мне сон, что я открыл дверь какой-то комнаты и вошел в нее. А там от стены до стены стоит длинный стол, как бы нары, и на столе горы синодиков импоминальных записок от края и до края. И стоит человек в сером подвязнике, читает эти записки. Он повернулся через плечо и говорит, «Где вы там ходите? Здесь столько работы». Когда он повернулся, я узнал в нем Владыку Иосифа. И вот эти слова меня так поразили. Утром я пришел в алтарь и говорю, «Батюшке, Владыка Иосиф ругается, беспокоится. У нас очень много работы, значит, мы должны предлагать максимум своих стараний, чтобы все записки вычитывать. Иначе похоже на то, что если мы не вычитываем, они там вычитывают за нас. Давайте будем все вычитывать, как это требуется». Далее воспоминания про тирея Вячеслава Чурбанова, клерика Свято-Никольского собора города Алматы. Он вспоминает о помощи Владыки Иосифа страждущему священнику Казахстанской митрополии. «Время от времени я приезжал к клерику нашей епархии, находящимся на одре болезни, протерею Энн, для того, чтобы исповедовать его и причащать святых христовых тайн. Отец Энн многие годы своей жизни провел рядом с митрополитом Иосифом. Сначала он был его келейником и подьяконом, а в конце 60-х годов Владыка посвятил его сан-дьякона, а затем и Ирея. Отец Энн был искренне верующим человеком, воспитанным в православной семье, но со временем он приобрел пагубную привычку и пристрастился к вину. Владыка Иосиф это знал. Он любил отца Энн и слезно молил Господа о том, чтобы отец Энн перестал выпивать. Сам батюшка страдал от своей привычки, но побороть ее не мог. Молитвы Владыки Иосифа держали его, он не опускался и продолжал служить церкви. И вот спустя много лет после смерти Владыки Иосифа отец Энн тяжело заболел и сам уже был на пороге смерти и рассказал мне одно удивительное событие. Надо еще сказать, что отец Энн удручал о состоянии уныния. Он очень страдал физически, но особенно страдал духовно. Испытывал ужасное отомление духа, муки совести, преддверии предстоящих му, воздушных мотарств и суда Божия. И вот отец Энн видит сон, видение, что находится в какой-то яме. Он хочет из нее выбраться, делает отчаянные попытки, но выбраться не может. И вдруг он видит, что у края этой ямы появляется Владыка Иосиф. Он подает отцу Энн руку и говорит, ну-ка, давай выбирайся. И я не знаю, чем закончилось видение. Отец Энн был очень слаб, говорил уже с трудом, но он сказал, что почувствовал огромное облегчение. У него пропала безнадежность, он ощутил, что Господь по молитвам Владыки Иосифа проявил к нему милость. Душа отца Энн успокоилась, умиротворилась, и в таком состоянии через несколько дней он мирно перешел в жизнь будущего века. Знаю, что нашу конференцию слушает также и миряне, и чтобы избежать невольно сомнительной мысли о страждущем священнике или, не дай Бог, мысли осуждающей, кратко приведем в записанном в трудах святителя Филарета московского рассказа, который учит нас не осуждать священников. Против одного священника было много обвинения в винопитии, и духовное начальство запретило ему служить. Это запрещение было подано митрополиту на утверждение. Он взял перо и хотел уже подписать запрещение, но почувствовал, как будто бы перо ослушалось его. Он отложил подписание до следующего дня. Ночью владыка-метрофолит Филарет видит сомн. Перед окнами толпа народа разного звания и возраста и о чем-то громко толкует и обращается к нему. Митрополит подходит к окну и спрашивает, чего вам надо? «Оставь нам священника, не отстраняй его», просит толпа. Митрополит по пробуждению велел позвать к себе осужденного священника и говорит ему, «Какие ты имеешь за собой добрые дела? Открой мне». «Да никаких, владыка, я достойна наказания, я виновен». «Опоминаешь ли ты усопших?» спрашивает Филарет. «Да как же, владыка, конечно». «Да у меня правило-то такое, кто подает раз записочку, я уж постоянно на проскомедии вынимаю по ней частицы, так что и прихожане бывало ропщик, что у меня проскомедия, дольше литургии, а я уж иначе не могу». Митрополит Филарет не запретил священнику служить, а перевел его уже на другой приход, объяснив ему, что умершие были за него ходатаями. Это так тронуло священника, что он приложил старания к исправлению своему и уже далее прожил жизнь свою примерно. Закончить нашу конференцию посвященную памяти выдающегося иерарха русской православной церкви, митрополита Алматинского и казахстанского Иосифа, хотелось бы следующими словами перского митрополита Мефодия. «Мне хочется верить и надеяться, что придет время, когда милостью Божией митрополит Иосиф будет прославлен в Лиге Святых и имя его сольется в собор новомучеников и исповедников в земле казахстанской просиявших. Для себя в памяти сердца сохраним краткое наставление митрополита Иосифа о том, что нам надо делать, чтобы войти в рай. Накормить, напоить, одеть, посетить и простить». Сердечно благодарна нашему владыке о предоставленной мне возможности прочитать и поделиться с вами этими душеспасителями жизненные описаниями митрополита Иосифа Чернова. Спасибо, Господи, Владыка, благословите. Благодарим, Машка, за прекрасный доклад, очень теплый. Я вам поручил, поскольку знаю, что вы прочитали книгу и полюбили этого святого, который, я думаю, скоро будет прославлен. Подготовка идет к прославлению свидетеля Иосифа. И мне он очень дорог, потому что я связан и с Казахстаном, и связан у него окорлялся и отец Наум, и тоже очень высоко отзывался о молитвенности, о святости митрополита Иосифа Чернова. Вы не упомянули, но, по-моему, когда предлагали ему баллотироваться, избираться на патриарха, он, может быть, в шутку сказал, что я не буду этого делать, поскольку митрополит Пимен уже клобок себе сшил. То есть он уже провидел избрание патриарха Пимена. А в то же время, еще, когда он был архиепископом, Алма-Атинским, то он попросил, чтобы ему надели мантию митрополита Николая Алма-Атинского, предшественника. Но она митрополитча мантия, и ему говорят, а как же вы, архиепископ митрополитч? Он говорит, ну, до Москвы далеко, тут можно и пошалить, как-то так выразился, что ничего страшного. Ну, а он просто уже знал, что его наградят этим саном митрополита. как бы предвидел, предсказал. Очень понравилось, если можно, пролистайте на слайд, где про Амвон говорится на этой демонстрации. Если можно, пролистайте. И Амвон священное место, место для проповеди. И на это особо хочется обратить внимание наших пастырей, чтобы ни в коем случае не подражать тем, которые с Амвон начинают действительно что-то, в чем-то разбираться, какие-то дела разбирать, кому-то выговаривать. А Маввон священное место именно для проповеди. Священник говорит проповедь во имя Божия, во имя Стой Троицы. Сами проповеди, конечно, нужно готовить. И к сожалению, мне приходилось слышать проповеди, которые очень некачественные и буквально как человек на базаре разговаривает, у тебя жаргонные слова. Священник начинает как-то укорять, спорить, над кем-то посмеиваться. Конечно, это недопустимо. Для того, чтобы научиться нам проповедовать, надо и, конечно, гомелитические занятия вспоминать и не гнушаться каким-то приемами, но не сильно, чтобы была искусственная речь. Но средства окрушения должны присутствовать. Но самое главное, конечно, это проповедь должна быть духовной. Но для этого лучше всего читать проповеди таких духовных людей, как митрополит Иосиф. В общем, прекрасные проповеди архиморита Кирилла Павлова, архиморита Иоанна Крестьянкина, архиморита Наума Байбородина. И вот таких подвижников надо читать и поучаться. Также прекрасные проповеди, наверное, батюшки тоже знают, что есть и у митрополита Владимира Почишева, Киевского и прочее. Есть прекрасные проповедники современные и надо читать и поучаться. Еще хочется отметить, когда митрополит Иосиф поблагодарил маму человека, которого рукополагали священники. И это очень, конечно, трогательно. Ну, и там он употребил слово спасибо. Я знаю, что неофиты особенно пугаются этого слова спасибо и ругаются. Надо говорить именно спасибо Господи. На самом деле слово спасибо вошло в обиход и вполне употребимо. Скажем, его употребляют оптинские старцы в своих письмах, когда благодарят один старец, благодарят своего духовного сына большое спасибо за книгу присланную. То есть иногда можно. Конечно, нам более привычно спаси Господи, и это правильно, но если мы слышим спасибо, не должно нас это тоже коробить, потому что я помню, даже такая заметка была, критиковали сильно стейшего патриарха Алексея Второго, который где-то выразился словом спасибо, выразил свою благодарность. И вот его как только не обзывали, но это вполне допустимо. Благодарим за пропасть, благодарю всех за внимание, дорогие отцы, спасибо Господи. Но просьба еще не расходиться. Вы знаете, сегодня у нас была техническая задержка, но благодаря ей собственно сама лекция, само сообщение началось с кворумом. К сожалению, многие из отцов имеют привычку опаздывать. отцов отцов отцов